Приветствую вас, друзья, с вами я, Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Сегодня говорим об осознанности, об увеличении осознанности. Каждый из нас может это делать. И я, когда понял, что это то, что является действительно процессом, наполняющим жизнь, то я начал заниматься этим все больше и больше. Когда-то, давным-давно еще прошло, уже 20 лет, и у меня тоже не было какого-то понимания, зачем все это нужно. И я, когда познакомился с процессингом, начал понимать, что эта практика дает возможность увеличения понимания того, как устроена жизнь. То есть я обычной жизнью уже занимался сначала в школе, потом в университете, и шел как бы по пути, который не был предназначен для меня. То есть я делал простые действия, которые делают все люди, но понимал, что где-то здесь что-то не то. И у меня была всегда цель стремления к пониманию. К пониманию жизни, к ее исследованию во всех ее проявлениях. И мне было интересно общаться с такими людьми, которые тоже занимаются этим. Поначалу я не особо понимал, куда мне идти, зачем. И, соответственно, были такие вот, ну, как правильно сказать, состояния, когда отсутствие смысла жизни. То есть я делал те вещи, которые не были для меня правильными. Я делал то, что не подходило для моей жизни. Но вот когда я почувствовал, что я могу улучшать свое состояние с помощью процессинга, могу углубляться внутрь себя и понимать, как устроена жизнь. То есть как вообще мы понимаем жизнь, мы смотрим на нее, мы видим, что происходит вокруг. Но мы зачастую не осознаем глубины всего этого процесса. То есть мы не понимаем, как это все устроено до мельчайших подробностей. Сейчас вот квантовая физика пытается заглянуть внутрь элементарных частиц, пытается посмотреть, как все устроено, то есть проводит эксперименты, процессы различные. Ну и эти же процессы можно проводить касательно сознания, ума. Потому что самое интересное, это как сознание взаимосвязано со Вселенной. И уже сейчас квантовые физики пришли к такому пониманию, что эта взаимосвязь, она очень тонкая. И пространство, и сознание это как единое целое. То есть они неразрывно связаны. Поэтому наблюдатели влияют на то, что происходит в эксперименте. Поэтому в данном случае я как наблюдатель, вы как наблюдатель, можете влиять на сознание, на реальность. Соответственно, получается, происходят очень тонкие изменения, которые мы зачастую, может быть, сразу и не видим. Но это все проявляется. И когда я общаюсь с людьми, я говорю, что каждый из нас может создавать реальность такой, какая она есть. Эта реальность, она очень проста. Почему я говорю о реальности? Давайте посмотрим на это. Реальность, что это такое? Это то, что мы можем увидеть, почувствовать. Это предметы вокруг нас, люди. То есть материальный мир, да, то есть то, как все устроено. А сознание – это то, что мы не видим, то, что мы можем сказать, ну, почувствовать, да, то есть мы можем представить, как это выглядит, но мы не видим сознание, мы не видим это как реальность. И теперь образ какой? К сознанию и реальность. Они взаимодействуют. Получается, некоторые считали, что первично там, сознание или реальность, что было самым первым, да, то есть что было предшественником. Вот есть в восточных, ну, скажем так, практиках, да, то есть было как ничто, как статика, да, то есть и в каждой мифологической теории, в каждой религии есть что-то, то, что предшествовало, то, что было источником. Где-то это описывается как бог, да, то есть как творец, да, ну, еще до творца еще было полное такое состояние пустоты, полное состояние ничего, там где был лишь потенциал. И вот из этого потенциала рождалась Вселенная. Вот этот потенциал, он по сути является сознанием. Он присутствует и сейчас. То есть и сейчас есть это сознание. Оно, животворящее сознание, оно творит эту Вселенную. И поэтому, когда мы видим ее в целостности, эту Вселенную, то это и есть это сознание. Когда мы делаем практику процессинга, мы возвращаем человеку процесс творения в его, можно сказать, ну, не руки, но вот так было бы правильно сказать, процесс в его сознании. То есть мы убираем те вещи, которые неосознанно человек творит с помощью моделей своего ума. То есть хочется человеку чего-нибудь, а в уме включается какая-то вещь и начинает уже запускает процесс творения. Потом раз, как бы, ну, например, ему уже там, может быть, даже как и не хочется, а процесс уже запущен. И, соответственно, он происходит. Поэтому цель это взять процесс творения в свое сознание, то есть переключиться и начать творить так, как хочется вам. Этот процесс, он на самом деле очень прост. Мы его вчера, вот, можно сказать, проходили в прошлом видео, в прошлой сессии. Да, и самым важным моментом здесь является то, что, когда я провожу человеку сессию, я помогаю ему осознать тот негативный заряд, который влияет на него, который влияет на его процесс осознавания и который создает у него состояние дисгармонии. То есть когда он чувствует, что он не может творить или творит как-то неосознанно. То есть я возвращаю ему контроль над процессом творения и убираю те негативные заряды, которые мешают ему это делать. Поэтому каждый из вас может это сделать, взять процесс творения и вернуть его себе. То есть сделаться вновь творцом. И самое главное, мы убираем боль, бессознательность, негативные эмоции, которые накопились у вас в уме. Почему это важно? Потому что их очень много. И жизнь не может быть радостной и счастливой, когда в уме есть весь этот заряд. То есть мы его убираем, 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 и состояние человека восстанавливается. То есть человек возвращает свои единицы внимания в настоящий момент. И может осознанно действовать в этой материальной вселенной, то есть творить реальность такой, какая она есть. Давайте сделаем небольшую практику, посмотрим, как это работает. Сядьте или лягте в удобном месте, закройте ваши глаза и почувствуйте пространство. Создайте его для сессии. Ощутите себя в этом пространстве, как сознание и ваше тело в этом пространстве. Почувствуйте ваше намерение, то есть каким вы создаете ваше пространство, вашу вселенную. Ощутите это намерение во всех его проявлениях. Почувствуйте, как оно взаимодействует с вселенной. И далее распространяйте это намерение. То есть распространяйте намерение. Например, вы хотите создать здоровое и счастливое тело. Создавайте его. Или вы хотите создать, например, здоровье и счастье для вашей мамы, там папы, сына, дочери, мужа, жены. Или вы хотите, например, создать состояние благополучия вокруг вас, гармонию в ваших отношениях. Создавайте это. То есть создавайте то, что вам хочется. В данном случае мы учимся как создавать положительное, так и создавать отрицательное. Потому что построить положительное можно только на том, скажем так, фундаменте, если он почищен полностью. И вот наша цель это прийти в состояние чистоты. И потом в этом состоянии чистоты, в очищенном состоянии, строить что-то новое. Поэтому создавайте вот это гармоничное состояние осознанности, радости, счастья. И в нем создавайте то, что вам хочется. Здоровье, благополучие. То есть создавайте, например, здоровое, счастливое тело. Наполняйте его энергией, гармонией, счастьем. И продолжайте это делать. Если включается какой-то элемент, который выбивает вас, не подавляйте его, не обесценивайте, не отбрасывайте. Наоборот, посмотрите, что это, откуда он идет и проработайте его. То есть вглубь-глубь посмотрите, откуда приходит этот элемент и уберите его. То есть проработайте и рассмотрите, как есть заряд, который связан с ним. Проработайте этот заряд и уберите тот негатив, который с этим связан. Таким образом, ваше состояние улучшится, и вы сможете быть в гармоничном, радостном и счастливом состоянии. Вот, если, например, что-то не получается у вас, то вы можете остановиться и обратиться ко мне за помощью. Вот, и так продолжайте двигаться, двигаться, и увеличивайте вот это состояние радости, счастья, осознанности, наполняйте тело любовью и ваше пространство гармонией с счастьем. Когда вы почувствуете это по максимуму, то просто поблагодарите пространство за реализацию этого намерения, скажите «благодарю, благодарю, благодарю». Реализовано, 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 во благо, во благо, во благо. И наполните пространство светом, любовью, чистотой. И дайте сессии перейти в вашу жизнь, чтобы это реализовалось в вашей вселенной, в вашей реальности. Вот такая сессия. Если у вас что-то пошло не так, я же говорю, напишите мне в личные сообщения, и мы урегулируем это состояние, сделаем бесплатную консультацию. Вот, таким образом можно урегулировать любое состояние негативное и создать любое позитивное состояние с помощью сессии процессинга. А когда мы проводим сессию онлайн, то есть с человеком, когда я ему провожу уже полноценную сессию, то мы углубляемся глубже в прошлое и находим причины этого состояния и убираем, урегулируем. Таким образом происходит полное урегулирование негативного состояния, и потом создаем на этом позитив, то, что вы хотите видеть в вашей жизни, в вашей вселенной. Вот. На этом, друзья, мы практику будем заканчивать. Да, то есть, конечно же, если это видео было полезным, понравилось, поставьте отметку «нравится», подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписчик, включите колокольчик, это напоминание новых видео, они выходят ежедневно. И, конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями в соцсетях, и, уверенно, оно будет им полезным и приятным. Вот. Также сейчас на экране появится у вас видео, которое вы можете посмотреть. Это видео о том, как изменить судьбу, как урегулировать негативный заряд, подписка на мой канал и, конечно же, мой сайт. Вот. И буду рад вас видеть. Друзья, пишите мне все мои контакты под этим видео, также мои книги «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление». Читайте их и пишите ваши комментарии. На сегодня будем заканчивать. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, это канал Академии Счастья. Вам желаю счастья, осознанности и всего доброго. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok